приветствую всех на своем канале а сегодня мы будем играть в days и попробуем выжить на сервере lifetime естественно начнем мы абсолютно с чистым персонажем самого начала с берега а сейчас я загружу игру и мы начнем и так вот мы родились что я хочу сказать про этот сервер во первых это сервер на карте чернорусь также есть карта ливония но я предпочитаю чернорусь я оговорюсь что на этом сервере я играю и играл и это один из моих любимых серверов по дейзу здесь у меня уже построена небольшая база но я решил показать как выживать самого начала конкретно на этом сервере этому скорее всего это видео больше будет полезно для новичков нежели для каких-то таких уже опытных выживальщиков также хотелось бы сказать что здесь в сборке присутствует мод на болезни здесь присутствует немножко сталкерской тематики такие как одежда и прочие всякие вещи например противогазы сервер этот кстати пве то есть на всех карте нельзя убивать других людей но сразу же оговорюсь то что все военные объекты здесь pvp зоны поэтому нужно учитывать и быть осторожным ну хотя я ни разу не встречал чтобы здесь люди прямо так вот начинали кого-то атаковать люди здесь играют довольно адекватные также здесь очень неплохая администрация как мне показалось тоже адекватные хорошие люди отзывчивые всегда могут помочь можно задать вопросы в дискорде можно задать какие-то вопросы в чате самой игры здесь он присутствует здесь находится два торговца как мы видим у меня тут стоит несколько маркеров некоторые маркеры мои а некоторые они можно сказать вшиты здесь сейчас я зайду в дом и покажу карту здесь также есть мод на карту поэтому вы никогда не заблудитесь найдете друзей очень быстро и легко фонарик нам будет полезен потому что здесь очень темные ночи сейчас я немножко расскажу о карте вот вся карта чернорусии здесь отмечена наша позиция красным отмечены военные объекты которые являются pvp зонами если карту увеличить то их естественно будет больше некоторые просто не видно также как мы видим есть зоны заражения туда проход без каких-то там противогазов комплекта химзащиты не получится пройти зоны заражения они отмечены изначально на карте также как черный рынок и торговец основной на алтаре сейчас мы попробуем просто выжить и добраться до алтаря ну что ж пойдем как мы видим кстати говоря в стартовом наборе у нас уже был нож у нас лейкопластырь бутылка воды палка колбасы и набор для определения группы крови как я уже говорил здесь есть болезни поэтому он будет очень полезен также в старте у меня была очень неплохая курточка она довольно теплая трекинговые ботинки на мой взгляд это просто топовая обувь ну и обычные джинсы чему я так люблю трекинговые ботинки да все в общем то просто потому что они очень прочные они медленно намокают и они довольно тихие что в данных реалиях довольно таки значимый аргумент потому что зомби здесь тоже усиленные у них очень много хп и драться с ними в рукопашную но просто я считаю самоубийство единственный вариант это куда-то спрятаться в дом или куда-то и начать их отстреливать и кстати патроны для мелкашечки это уже неплохо стрелять кстати говоря где-то в городе я тоже крайне не советую потому что сбежится очень много зомбарей если у вас конечно не миллион патронов с собой то это будет проблемой еще здесь немного увеличен метаболизм то есть пить есть вы хотеть будете немного чаще чем на ваниле но мне кажется это вполне балансное введение стороны администрации так в принципе еду здесь найти можно но при этом выпадение еды каких-то консервов и зомби он здесь немножечко урезан так вот есть резиновые сапоги но мы их брать не будем стамина здесь увеличенная бегать мы сможем долго но опять же особенно на ранних этапах игры я этого делать крайне не рекомендую опять же по причине того что еды мало в начале воды еще меньше и если сразу бегать на спринте то есть вероятность просто не дожить там банально до колонки кажется в этом доме уже был сейчас мы просто пробегаем домики по берегу чтобы был шанс найти может какое-то пропитание начальное какие-то вещи может даже оружие кстати ишь лежит и алкогольная настойка алкогольная настойка пригодится для дезинфекции в основном тряпок потому что о ремень это довольно редкая вещь кстати говоря чтоб вот так вот она валялась разу оденем так вот для дезинфекции тряпок потому что в начале как мы видим у нас только лейкопластырь если нас будут часто бить зомби то он быстро закончится а если перебинтоваться обычной тряпкой который мы сделаем из одежды например вот взяв походные штаны и объединяем их с ножом персонаж наш режет штаны и у нас получаются тряпки но если этой тряпкой перебинтовать рану то у нас пойдет заражение и там уже без каких-то лекарств очень сложно протянуть но алкогольной настойкой можно дезинфицировать эти тряпки и уже безбоязненно бинтоваться также алкогольной настойкой я рекомендую дезинфицировать например какие-то бутылки которые находите особенно если эти бутылки там отпитые не полные короче говоря потому что возможно до вас кто-то пил из этой бутылки а у него была какая-то болезнь и эта болезнь тоже имеет все шансы передаться и вам на начальном этапе медицины практически нету опять же повторюсь поэтому лучше всего не рисковать никаких фруктов мы не нашли пока за исключением вот это вот яблочко так я слышу курочку мы ее обязательно сейчас поймаем съедим яблочко так а вот она резвая одна из тех бессмертных куриц что ли ну ладно мне потом догоним гермомешок не думаю что стоит взять он предотвратить намокание некоторых вещей и в принципе для нас это и не очень-то страшно подкрадемся к курице и все-таки надо поймать еды у нас не так много разу распотрошим ее так а воды у нас становится все меньше и меньше я думаю сейчас надо будет выпить воду которая есть в бутылке мясо мы забираем нож я думаю поставим на горячий слот на двоечку кости я думаю что пока не понадобятся и руки сразу вымыть чтобы не подхватить никакую заразу так сейчас загоняем в этот домик посмотрим что тут у нас еще одна панама кстати у нас какого качества панамы нетронутая тогда останемся в своей вроде больше ничего полезного нет и таки возьму я сразу хорошенечко напьюсь и продолжим свое путешествие так все воду мы выпили запасов воды у нас больше нет посмотрим где мы находимся значит впереди у нас электрозаводск я думаю что стоит зайти в электрозаводск немножко подлутать пополнить запасы воды и выдвинуться в сторону алтаря уже сейчас мы тут все осмотрим хотелось бы найти какой-то пистолет у нас есть патроны на мелкашку это было бы очень полезно либо патроны на ежак это было бы тоже полезненько потому что возможно в городе нам уже придется отстреливаться чтобы там по полчаса не сидеть не ждать пока зомби разбредутся по своим делам если они нас заметят а они скорее всего нас заметят о еда уже у нас желтая с еды у нас есть колбаска мы пожалуй прямо сейчас перекусим колбаса кстати должна очень хорошо подпитывать это мы сейчас съедим половину вторую половину оставим на потом глубоко в город мы не пойдем сразу же нашли рюкзак пусть поврежденный чуть-чуть как чуть-чуть сильно поврежден но тем не менее так что-то чуть-чуть подлагивает но не критично так что мы можем полезного еще найти конечно же мы проверим стройку на наличие каких-то инструментов нож для стейка ножи мы все берем ножи это наше все так тут ничего интересного еще один школьный рюкзачок джинсовая юбка но в юбку мы переодеваться не будем пока у нас еда вода ползут вверх это замечательно трекинговые ботиночки новенькие пожалуй поменяем таки своих мы уже немножко походили вот может быть военных контейнерах каких-то мы найдем лут смотреть бы только какие тут будут открытые вот один открыт да ну серьезно в военном контейнере одна панамка нет так дела не пойдут так дела не делаются бочка они теперь спавнятся еще и поврежденными да что-то я разговорился и не заметил зомбаря а это для меня очень плохо хорошо что она нас не заметила здесь-то двери и нету наверное обойдем ее с той стороны чтобы особо не рисковать такой ветер дует что я плохо слышу остальные звуки как бы не напороться он еще в один ходит если чуть-чуть присяду смотрю карту так не пойдем мы на дальние контейнеры я думаю что нету смысла пойдем мы в колонке во первых это маркер просто да остальные мы удаляем чтобы они не мешали все она немножко ушла довольно много здесь зомбарей спортивная куртка им свет берем еще один зомбарь там нет нас это не устраивает мы пойдем от него слишком опасно в городе ходить вот так вот но необходимо разжиться немножко едой хотя бы яблочко так строительные леса сюда мы тоже заглянем но куртка рабочего 30 слотов то у нас лучше в общем то стартовая куртка лучше чем рабочего это конечно не скажу что плохо пойдем зайдем в гаражик да наверно не пойдем пройдемся по маленьким домам по сельским там что мешок нам сейчас мешок не нужен он нам погоды не сделает заходные ботинки кухонный нож неплохо берем о магазин наишь это уже хорошо четыре патрона все таки не так плохо уже что то в крайнем случае будем отстреливаться правда зомби усиленные поэтому я не знаю сколько придется потратить патронов еще один кухонный нож тоже берем как я уже говорил ножей много не бывает оооооо мне прям прет сейчас коробка патронов и прям как доктор прописал на наш ижак Так, сейчас мы его сразу зарядим. Так, заряжаем магазин. 12 патронов, отлично. Объединить. И у нас еще на пару магазинов тут осталось патронов. Бумажку мы, кстати, тоже берем. С ней мы, возможно, разведем костер, чтобы пожарить нашу курочку. Хотелось бы заглянуть еще в этот дом. Тут только начало электро и, в принципе, зомби еще не должно быть много. Двери за собой лучше закрывать. Если вдруг какие-то зомби нас услышат, то, по крайней мере, это для нас не будет сюрпризом, что нас забежит и кто-то начнет бить сзади. Так, кроссовочки. Это у нас что? Пиджак. Нет, наша куртка нас устраивает. Пойдем дальше. Я вот вообще не знаю, что это, но возьмем. Может быть, на трейде она стоит каких-нибудь денег. Честно говоря, я даже не помню. Ё-моё. Вот опять я из-за невнимательности. Так, стрелять мы в нее не будем, чтобы не привлекать внимание. Мы ее пустим сюда. Давай. И пусть она там отдыхает. Так, мы ее так не заметили. Так, машинки, машинки. Что-то ничего у нас в машинке нет. Не хочу брать мотоциклетный шлем, и они такие прям громоздкие, неудобные. Какая-то новая машина. Ну, в смысле как, не новая? Еще одна курица. Я думаю, это стоит того, чтобы рискнуть и за ней сходить. Так, что тут у нас имеется? Шапочка. Хоккейный шлем. А вот хоккейный шлем мы уже оденем. Коробка 22. Вторых берем. Так, так, так. Сетка. Сетка нам пока не надо. Ладно, перелезем. Гвозди, ни хрена себе. Вот это уж точно редкий лут. И мы их, конечно же, берем. А где она кудахчет? А вот она. Конечка, не убегай. Ну, все потрошим ее. И теперь необходимо найти колонку. Потому что сейчас мои руки запачкаем кровью. И такими руками, естественно, есть нельзя. Иначе это стопроцентное заболевание. Так, тут ничего нет полезного. Тут ничего нет. Маркер у нас вон там стоит. Там находится колонка. Сейчас мы облутаем еще пару домиков. От крайних, наверное. И пойдем к колонке. Я уже не закрываю за собой дверь. Ступаю неаккуратно. Просто быстро посмотрим домики. Еще один химсвет тоже возьмем. И все, начинаем двигаться уже в сторону. Так, ну... Еще химсвет нам не нужен. Кухонный нож. Ну, ладно, пусть будет. У нас уже, по-моему, три кухонных ножа. Семена кабачка тоже нам не надо. Ну, переваливайся. Деревцы, это вроде слива. Но слив никаких нет. Так, что это? Отвертка. Возьму. Весь строительный лут, он довольно-таки дорогой. А тут я вроде был. Да. Как я пропустил отвертку. Ну, ладно, пропустил и пропустил. Так, как-то я неаккуратно начинаю спринтовать. Кстати, ветер закончился. А до торговца у нас 7 километров. Сейчас мы помоем руки, заполним бутылку, хорошенько попьем. И будем думать, куда двинемся дальше. В город мы, конечно, уже не пойдем. Так, кто у нас тут? Ничего. Здесь у нас колесо. Ну, колесо точно нам сейчас не надо. Вот колоночка. Так, во-первых, вымыть руки. Во-вторых, заполняем бутылку. Так, хорошо, бутылка у нас целая. А теперь напиваемся. Ну, я не знаю точно, есть ли здесь показания желудка. Но бесконечно мы пить не будем. Сейчас еще пару глотков сделаем. И пойдем в домик. Подумаем, куда нам идти дальше. Так, все, хорош. Заодно проверим вот эти деревья. Вроде они фруктовые. Так, ничего. А вот что-то есть. Сушеная слива. Не оба что, но пойдет. Яблоко. Так, еще курицу слышу. Где ты? Не спугнуть бы. Ну, вот прям передо мной где-то. А где? А вот же она. Так. Ну, теперь у нас еды довольно много. Сейчас мы ее разделаем. Вот. Складываем. Так. Так. Конечно же, мы вернемся опять в колонки. Помоем руки. Руки мы запачкали. Надо их помыть. Так. Вымыть руки. Все. Теперь точно идем в дом. Смотрим, что там есть для нас. И решаем, куда идти дальше. Так. Патроны 22. Где-то они у нас тут были. Да, вот они. Так, здесь у нас ничего. Что это? Брюки. Так. Гаечный ключ. Ну, пока возьмем. Пока возьмем. Может быть, выкинем. Это, в принципе, для выживания нам не надо. Это, по-моему, что-то там с машиной делать. Так. И куда же мы пойдем? В ближайший населенный пункт. В сторону торговца. Вообще-то далеко. Ну, я думаю, мы пойдем по вышкам охотничим. И пойдем мы вот в эту вкусту или пустошка. Либо мы пойдем на дамбу. Там есть больничка. А медицину нам бы неплохо раздобыть. Ну, в первую очередь, пойдем вот на эту вот вышку. Маркер мы удаляем. Но на вышку мы уже пойдем в следующей серии. А пока... Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok